Книга пророка Захарии Глава первая В восьмом месяце во второй год Дария было слово Господня к Захарии, сыну Варахину, сыну Адову, пророку. Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом. И ты скажи им, так говорит Господь Саваоф, обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Не будьте такими, как отцы ваши, которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, так говорит Господь Саваоф, обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших. Но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь. Отцы ваши, где они? Да и пророки, будут ли они вечно жить? Но слова мои и определения мои, которые заповедал я рабам моим пророкам, разве не постигли отцов ваших? И они обращались и говорили, как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами. В двадцать четвертый день одиннадцатого месяца, это месяц Шиват, во второй год Дария было слово Господне к Захарии, сыну Варахину, сыну Адаву, пророку. Видел я ночью, вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади его кони рыжие, бегие и белые. И сказал я, кто они, Господин мой? И сказал мне ангел, говоривший со мною, я покажу тебе, кто они. И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал, это те, которых Господь послал обойти землю. И они отвечали ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали, обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна. И отвечал ангел Господень и сказал, Господи Вседержителю, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже семьдесят лет, Тогда в ответ ангелу, говорившему со мною, изрек Господь слова благие, слова утешительные. И сказал мне ангел, говоривший со мною, провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф, возревновал я об Иерусалиме и о Сионе ревностью великой, И великим негодованием негодую на народы, живущие в покое, ибо когда я мало прогневался, они усилили зло. Посему так говорит Господь, я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием, в нем соорудится дом мой, говорит Господь Саваоф, и землемерная верь протянется по Иерусалиму. Еще провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф, Снова переполнятся города мои добром, и утешит Господь селом, и снова изберет Иерусалим. И поднял я глаза мои и увидел вот четыре рога. И сказал я ангелу, говорившему со мною, что это? И он ответил мне, это роги, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалима. Потом показал мне Господь четырех рабочих. И сказал я, что они идут делать? Он сказал мне так, эти роги разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей. А сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы расселить ее. Глава вторая И снова я поднял глаза мои и увидел. Вот муж, у которого в руке землемерная верфь. Я спросил, куда ты идешь? И он сказал мне, измерить Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его. И вот ангел, говоривший со мною, выходит, а другой ангел идет навстречу ему. И сказал он этому, иди скорее скажи этому юноше. Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем. И я буду для него, говорит Господь, огненную стеною вокруг него и прославлюсь посреди него. Эй, эй, бегите из северной страны, говорит Господь, ибо по четырем ветрам небесным я рассеял вас, говорит Господь. Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона, ибо так говорит Господь Саваоф, для славы он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока его. И вот я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей рабов своих, и тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня. «Ликуй и веселись, чер Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь. И прибегнут Господу многие народы в тот день и будут моим народом. И я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе». Тогда Господь возьмет во владение Иуду свой удел на святой земле и снова изберет Иерусалим. Да молчит всякая плоть пред лицом Господа, ибо он поднимается от святого жилища своего. И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего пред ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь Сатане, «Господь, да запретит тебе Сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он, исторгнутая из огня?» Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял пред ангелом, который отвечал и сказал стоявшим пред ним так, «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя вину твою, и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал, «Возложите на голову его чистый кидар». И возложили чистый кидар на голову его, и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял. И засвидетельствовал ангел Господень и сказал Иисусу, «Так говорит Господь Саваоф, если ты будешь ходить по моим путям, и если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими. Я дам тебе ходить между сими стоящими здесь». Выслушай же, Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие пред тобою, мужи знаменательные. Вот я привожу раба моего, отрасль. Ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом, на этом одном камне семь очей. Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в один день. В тот день, говорит Господь Саваоф, будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу. Глава четвертая И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. И сказал он мне, что ты видишь? И отвечал я, вижу вот светильник весь из золота и чашечка для елея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его, и две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой. И ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне, ты не знаешь, что это? И сказал я, не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне так, это слово Господа к Зарававилю, выражающее, не воинством и не силою, но духом моим говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора, пред Зарававилем, ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях, благодать, благодать на нем. И было ко мне слово Господне. Руки Зарававиля положили основание дому сему, его руки и окончат его, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрит на строительный отвес в руках Зарававиля те семь? Это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Тогда отвечал я и сказал ему, что значат те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его. Вторично стал я говорить и сказал ему, что значат две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото. И сказал он мне, ты не знаешь, что это? Я отвечал, не знаю, господин мой. И сказал он, это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли. Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 263 день программы «Библия на каждый день», во время которой мы прочитываем Священное Писание за один год. Сегодня мы переходим к чтению и изучению 38-й книги Священного Писания, книги пророка Захария. Отрывок для чтения на сегодня — первые четыре главы этой книги. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле — «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим первые семь стихов третьей главы книги пророка Захарии. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане, Господь, да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутая из огня? И Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так, «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя вину твою, и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал, «Возложите на голову его чистый кедар». И возложили чистый кедар на голову его, и облекли его в одежду. А ангел же Господень стоял. И засвидетельствовал ангел Господень и сказал Иисусу, «Так говорит Господь Саваоф, если ты будешь ходить по моим путям, и если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими. Я дам тебе ходить между сими стоящими здесь». Рассмотрим значение этого отрывка. Во-первых, о ком идет речь? Кто такой Иисус, великий Иерей? Термин «великий Иерей» является переводом древнееврейской фразы «гакоэн гагадоль», то есть «первосвященник». А слово «иерей» родом из греческого языка. Когда книга пророка Захарий была переведена на греческий язык, в Септуагинте там используется слово «иереус». Описывается некий первосвященник, которого зовут Иисус, в оригинале «Егошуа». «Егошуа гакоэн гагадоль». Кто же такой этот «Егошуа-первосвященник»? Ответить на этот вопрос помогает датировка книги пророка Захарии. Первая глава, первый стих сообщает, в восьмом месяце, во второй год Дария, было слово «господник Захарии, сыну Варахийну, сыну Адову пророку». Второй год Дария — это пятьсот двадцатый год до нашей эры. Именно в этой эпохе нам следует искать личность Иегошуа-первосвященника. Его полное имя открывается в шестой главе книги пророка Захарии, стихах с девятого по одиннадцатый. «И было слово Господника мне. Возьми у пришедших из плена, у Хилдая, у Товии и у Иедая, и пойди в тот самый день, пойди в дом Иосии, сына Сафониева, куда они пришли из Вавилона. Возьми у них серебро и золото, и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Иосидекова, Иерея Великого». Итак, его полное имя — это Иисус, сын Иосидеков. Иосидеков — это первосвященник после пленной эпохи. Это первый первосвященник после того, когда народу иудейскому было дозволено вернуться в Иудею. Рассмотрим теперь суть проблемы, которая описывается в этом видении. Третий стих, третий главы книги пророка Захарии говорит, Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом. Каково значение этих запятнанных одежд в видении? В книге пророка Исаии, 64 глава, 6 стих, находим «Все мы сделались, как нечисты, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас». Образ запачканной одежды передает идею греха и беззаконий и нечистоты. Таким представлен первосвященник после пленной эпохи. Значимость этого образа чрезвычайно велика. В книге Левит, 4 главе, 1-3 стиха. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи, сынам Израилевым, есть ли какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать? Если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скатательца, без порока, Господу в жертву о грехе. Если священник согрешит, то этим он наводит вину и на народ». Первосвященник отождествляется с народом. И потому появляется серьезная проблема. Если Иисус, сын Иосидеков, в запачканной, в запятнанной одежде, что говорит о грехе, о беззаконии, о нечестии, о нечистоте, то это значит, что и весь народ в очах Господних такой же. Значимость этой проблемы еще более открывается в непосредственном контексте этого пророчества Захарии. Прочитаем во второй главе стихи с 10 по 13. «Ликуй и веселись, черь Сиона, ибо вот я приду, и поселюсь посреди тебя, говорит Господь. И прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут моим народом. И я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе». Тогда Господь возьмет во владение Иуду свой удел на святой земле и снова изберет Иерусалим. Да молчит всякая плоть при лицем Господа, ибо он поднимается от святого жилища своего. Здесь Господь объявляет о своем намерении снова поселиться в Иерусалиме, взять его во владение и избрать Иерусалим заново. Однако для того, чтобы Господь мог жить среди народа, народ должен быть чист. Как сказано в 23 главе книги Второзакония, стих 14, «Ибо Господь, Бог твой, ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои. А посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя». Тот факт, что первосвященник одет в запятнанные одежды, что символизирует собою грех и беззаконие не только его, но и, соответственно, всего народа, вызывает еще одно неприятное последствие. Книга пророка Захарии, 3 глава, 1 стих. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему». У сатаны появляется право действовать против человека на основании греха. Он блокирует благословение от Господа, не дает Всевышнему облагодетельствовать личность. Пророк Захария здесь открывает картину того, что происходит в духовном мире, когда на человеке есть вина, есть грех. Книга Откровений, 12 глава, 10 стих, это описывает так. О сатане сказано «клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Слово «клеветник» является переводом греческого «категор», что дословно означает «обвинитель», а не «клеветник». В присутствии Бога дьяволу невозможно говорить неправду, лгать. Он ссылается на то, что соответствует действительности на грехи, беззаконии и вину человека во свете закона Божия. И на этом основании противодействует человеку, препятствует обретению Божьих благословений. Какое же решение этой проблемы предлагает Господь? В третьей главе пророка Захарии второй стих говорит. «И сказал Господь Сатане, Господь да запретит тебе Сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутая из огня?» Господь запрещает Сатане противодействовать, но для этого нужно основание. И первое из них сформулировано такими словами «не головня ли он, исторгнутая из огня?» О значении этого образа читаем в книге пророка Амоса, в четвертой главе, одиннадцатом стихе. «Производил я среди вас разрушения, как разрушил Бог Содом и Гоморру, и вы были выхвачены, как головня из огня». Это ссылка на Божье наказание, которое народ иудейский потерпел. Ссылка на завоевание города Вавилоном и сожжение его. Ссылка на наказание в Вавилонском плену. «Они обгорели, они пострадали, они понесли наказание», — говорит Господь. И это первое основание, на котором Бог запрещает Сатане. Во-вторых, стихи третьей и четвертой, третьей главы книги пророка Захарии, «Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так, «Снимите с него запятнанные одежды», — а ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». Второе Божье действие — это снятие вины, снятие греха и беззаконий. Это действие Божьей любви и милости. Он освобождает грешника от беззакония, он снимает с него нечистоту и взамен наделяет его праведностью, святостью, дает одежду, которую человек обретает в качестве дара, не на основании каких-либо заслуг. И, наконец, после этих действий происходит то, что описано в седьмом стихе третьей главы Захарии. Так говорит Господь Саваоф, «Если ты будешь ходить по моим путям, и если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими, я дам тебе ходить между сими стоящими здесь». Происходит то же самое, что после случится в служении Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, восьмая глава, стихи десятые и одиннадцатые. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Бог по своей милости принимает грешника таким, какой он есть, берет его под свою защиту, запрещает сатане противодействовать ему. Господь прощает человека, снимает с него запятнанную одежду, дает ему чистую, светлую, новую одежду праведности, и после говорит, «Иди и впредь не греши». Верно то, что Бог принимает нас такими, какие мы есть, но Он не отпускает нас прежними, Он меняет нас и заповедует жить по Его воле. Есть ли в вашей жизни вина, преступление и грех, неочищенные, неисповеданные пред Господом, не снятые с вас? Если да, это дает право сатане противодействовать, препятствовать получению благословения от Господа. Знайте, что Господь обеспечил способ снятия вашей вины. Придите к Нему с искренним покаянием, с исповедью своих грехов. Получите чистую, незапятнанную одежду и живите в полноте Божьих благословений. Продолжение следует...